Это Медуза. Война многое упрощает. В том смысле, что делает незначительными нюансы. Отношения не только между странами, но и между разными идеологическими лагерями внутри стран сводятся к элементарным друг-враг, свой-чужой, патриот-предатель. По крайней мере, в теории. На практике все, конечно, сложнее. Скажем, в России уже лет 20 существует политический феномен, который мы, за неимением лучшего слова, будем называть «заукраинство». Это, конечно, пренебрежительное название, но остальные – откровенно оскорбительные. Что такое «заукраинство»? Это публичная солидарность с Украиной, поддержка ее суверенитета, ее выбор сближаться с Западом, стремиться в ЕС и НАТО. «Заукраинство» – это, помимо всего прочего, форма протеста против российского режима, его курса на самоизоляцию и конфронтацию с Западом. Украина представляется страной, которая выстрадала свою демократию и которая может послужить примером для России. Одной из целей, может, даже главной, непрестанного вмешательства России в дела Украины, приведшего, в конце концов, полномасштабному военному вторжению, было уничтожение этого примера. Вот вам и упрощение. Уважение украинского суверенитета и украинской политической системы легко приравнять к нелояльности или попросту к предательству России. В сегодняшнем выпуске, текст которого подготовил исследователь украинской политики Константин Скоркин, разбираемся в истоках российского заукраинства и в том, что оно ныне собой представляет. Если вы еще не подписаны на подкаст «Сигнал», сделайте это прямо сейчас. И еще по ссылке в описании можно зайти на наш сайт, прочитать там избранные выпуски «Сигнала» и подписаться на нашу рассылку. Истоки современного российского заукраинства стоит искать в реакции россиян на оранжевую революцию в 2004 году. Как считает болгарский политолог Иван Крастев, цветная революция в соседней стране и приход к власти прозападного политика Виктора Ющенко стали для российского правящего класса фундаментальным потрясением. Эти события застали врасплох и рядовых россиян. Если верить социологическим опросам того времени, для многих из них оказалось неожиданным, что Украина – это суверенное государство. И представления украинцев о будущем совсем не обязательно включают нерушимый союз братских народов. В начале 2005 года Левада-центр зафиксировал, что около 54% россиян считало победу Ющенко на выборах следствием подтасовок. В первом Майдане жители России, не без помощи кремлевской пропаганды, которая тогда только набирала силу, увидели манипуляции западных политтехнологов и специалистов по цветным революциям. При этом на украинских выборах 2004 года и с Януковичем, и с Ющенко действительно работали политтехнологи, но в основном российские, в диапазоне от Станислава Белковского до Глеба Павловского. Последний потом сокрушался, что революции не дали вовремя в морду. Российское телевидение уже тогда интерпретировало рост национального самосознания украинцев как проявление нацизма и недобитой бандеровщины. На российских политиков, продемонстрировавших солидарность или хоть какое-то сочувствие Майдану, уже в середине нулевых навесили ярлык предателей. Не в последнюю очередь потому, что среди российских оппозиционеров тогда нашлось немало желающих сделать в России, как в Украине. Первыми за украинцами стала довольно неожиданная кампания. С одной стороны, либерал Борис Немцов, поддержавший украинскую революцию и увидевший в ней позитивный пример для России. В 2005-2006 годах он вообще работал советником украинского президента Ющенко. С другой – русский националист и имперец Дмитрий Рогозин, отчаянно искавший себе место на политической арене. Многие заукраинцы оставались за кулисами. Политтехнолог Абелковский консультировал украинских политиков из оранжевого лагеря. А олигарх Борис Березовский вкладывал деньги в украинские партии в надежде сделать Киев одной из опорных баз в борьбе с Путиным. Революция достоинства в 2014-м открыла новую главу в истории российских заукраинцев. Первоначально Евромайдан вызвал широкие симпатии в российской оппозиции. Даже такая одиозная фигура, как Егор Просвирнин, основатель имперско-шовинистического издания «Спутник и погром», посетил охваченный протестами Киев и дал интервью громадскому радио – рупору украинской революции. После аннексии Крыма и начала боевых действий в Донецкой и Луганской областях Украины российское общество, включая прежде всего проукраински настроенную оппозицию, раскололось. Большинство поддержало новый открыто империалистический курс Кремля. Рейтинг Путина взлетел до 86%. Потом это стали называть «крымским консенсусом». А за меньшинством, оставшимся на стороне Украины, закрепилось пренебрежительное звание «заукраинцев». Скорее всего, формулировка «заукраинцы» – порождение так называемого интеллектуального русского национализма, которому себя причисляли тот же Егор Просвирнин, Константин Крылов, Дмитрий Ольшанский и прочие. В «Спутнике и погроме» понятие «заукраинец» употреблялось очень часто. Например, в 2016 году там писали, что российские «заукраинцы» во всем своем многообразии, от либералов до неонацистов – это мусор, о который вытирают ноги сами украинцы. Другим признаком раскола стали два письма российской интеллигенции. Одно в поддержку Путина, другое – антивоенное, с осуждением действий России в Украине. Проукраинский лагерь российской оппозиции провел в Москве и регионах несколько массовых акций – «Марши мира», а некоторые представители антивоенной части интеллигенции приехали в Украину на российско-украинский конгресс, организованный в Киеве Михаилом Ходорковским. Среди заукраинцев нашлись и те, кто отправился на восток Украины бороться с российской агрессией с оружием в руках. В 2015 году убийство Бориса Немцова и посадка на 20 лет Олега Сенцова, его крымчанина судили как россиянина, хотя он считал себя исключительно украинским гражданином, обозначили новый этап в политической жизни России. Государство фактически признало заукраинство угрозой системе личной власти Владимира Путина. Тогда же в силу вступило несколько законов, ограничивающих СМИ в освещении войны в Украине. По ним, например, журналистов и пользователей соцсетей могли признать экстремистами за использование термина «аннексия Крыма» вместо «присоединения». Кремль инициировал травлю сторонников Украины не только в эфирах пропагандистских телешоу. На Новом Арбате был вывешен огромный баннер с портретами оппозиционеров, объявленных нацпредателями. Полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м не привело к какому-то новому повороту этой политики, а скорее довело до предела прежнюю тенденцию. Ныне заукраинство фактически криминализировано как госизмена, дискредитация или фейки российской армии. По обвинениям, связанным с антивоенной позицией, были осуждены на длительные сроки российские оппозиционеры, которые выразили солидарность с Украиной. Илья Яшин, Владимир Карамурза, Алексей Горинов, Саша Скочеленко и многие другие. Вне закона оказались даже цвета украинского флага. За украинство – это реакции на путинизм? Разве что отчасти. Солидаризация с жертвами имперской агрессии, как форма сопротивления авторитарному режиму, не новое явление для России. Еще в Российской империи некоторые оппозиционные мыслители поддерживали польское освободительное движение. Тогда и родился лозунг «За нашу и вашу свободу». Его придумал польский историк и политик Йоахим Лилевель с целью показать, что польское национальное движение направлено не против русского народа, а только против царской власти, угнетавшей разделенную Польшу. Впоследствии этот лозунг использовали участники московской акции против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году. Существует и долгая традиция сознательного перехода из российской в украинскую идентичность. Так, знаменитая украинская писательница второй половины XIX века Марко Вовчок, Мария Велинская, происходила из Великороссского дворянства Орловской губернии, выросла в русскоязычной среде. Украинской культурой она увлеклась под влиянием своего мужа, Апанаса Марковича. Маркович, украинский фольклорист, был сослан на Орловщину за участие в одной из первых украинских национально-освободительных организаций Кирилло-Мефодиевском братстве. Вовчок стала писать рассказы на украинском языке и получила огромную известность и признание среди украинской интеллигенции. Впрочем, в украинском литературоведении есть мнение, что она была лишь соавтором своего мужа. Российский дворянин с греческими корнями и поместьем на Черниговщине генерал царской армии Александр Греков в конце 1917 года поступил на службу в армию Независимой Украинской Народной Республики – ОНР и связал свою жизнь с национально-освободительной борьбой Украины. В ОНР Греков занимал посты военного министра и главнокомандующего армии. После 1920-го Греков эмигрировал в Австрию и был активным участником украинских эмигрантских организаций. После Второй мировой войны советская контрразведка похитила Грекова и вывезла его в СССР. Он провел 8 лет в ГУЛАГе, выжил и в 1956-м смог вернуться в Австрию. Пожалуй, наиболее известный пример – украинский писатель Микола Хвалевой. Он хоть и родился на Харьковщине, но принадлежал к русскоязычной среде. Его настоящая фамилия – Фитилев. Происхождение не помешало Хвалевому осознанно перейти на украинский язык и стать одним из лидеров украинского культурного возрождения в 1920-е годы. Советская власть репрессировала многих, кто хоть как-то участвовал в украинизации. Это поколение даже называют «расстрелянным культурным возрождением». Сам Хвалевой застрелился в 1933-м. Осознанный выбор украинской идентичности был характерен не только для этнических русских. Этнический поляк Вячеслав Липинский стал одним из теоретиков украинского политического консерватизма, а выходец из балтийских немцев Майк Югансен – выдающимся украинским поэтом и прозаиком. Похожих примеров наберется еще очень много. Это очень сложный вопрос. Начнем с того, что есть люди, и их очень много, которые отождествляют личные интересы с национальными интересами России. А национальные интересы, в свою очередь, с интересами нынешнего российского режима. Они верят, что Украину создал Ленин и что она не имеет права на самостоятельное существование. Соответственно, для них коллективный Запад – это давний и в чем-то даже заслуживающий уважения враг, а заукраинство в такой картине мира – худшая разновидность национального предательства. С такими нелюбителями заукраинцев все более или менее понятно. Главные сложности начинаются дальше – среди тех, кто осуждает российскую агрессию против Украины. Позиция по Украине среди российских оппозиционеров стала скорее фактором раздора, чем солидарности. Заукраинская позиция поднимает в общественном сознании вопросы, связанные с виной и ответственностью, которые, прямо скажем, болезненны для граждан страны, оказавшейся агрессором. Наиболее радикальное крыло заукраинцев выступает за полный демонтаж России как империи и полное переосмысление всех сторон русской культуры как колонизаторской и авторитарной. Другая часть российской оппозиции подозревает в заукраинцах неискренность, поиск популярности, а главное – предательство общего дела, построения прекрасной России будущего. Иными словами, в глазах даже многих оппозиционно настроенных россиян заукраинцы не вполне лояльны России, в целом нормальной стране, где просто установился авторитарный режим. Заукраинцы выбирают солидарность не с безмолвным российским обществом, а с жертвами российской военной агрессии. У них, по этой логике, словно отключилось или сильно исказилось опознание «свой-чужой». Это также не новое явление. Известно выражение «российский демократ» заканчивается на украинском вопросе. Его приписывают украинскому политику и писателю Владимиру Винниченко, главе правительства ОНР в 1917-18 годах. Оно предполагает, что даже россияне либерально-демократических взглядов не готовы примириться с полностью отдельным существованием украинцев как нации. Еще во времена Советского Союза в России привыкли относиться к Украине покровительственно, если не сказать пренебрежительно, а к украинцам как к братскому народу, которому отводилась младшая роль. Такое снисходительно ироничное отношение к младшим братьям с их опереточной незалежностью сохранилось у многих и после распада СССР. Иными словами, обе полярные позиции за украинство и стремление уничтожить Украину коренятся в одном и том же особом статусе Украины в российской политике. Чтобы это противоречие снять, она должна стать для россиян просто одной из других стран. Вот только как это возможно после всего сказанного и сделанного, после Буча, Мариуполя, вывоза и принудительной русификации украинских детей, пока трудно даже вообразить. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Австрийский эрцгерцог Вильгельм Франц Габсбург-Лотарингский решил поддержать украинское национальное движение в надежде, что по итогам Первой мировой войны Российская империя распадется, а на ее руинах возникнет Украинское королевство, которую он и возглавит. Эрцгерцог сменил имя на Василь Вышиванный, а принятая им украинская идентичность стала делом его жизни и даже причиной гибели. После Второй мировой войны советские спецслужбы похитили Вышиванного в Австрии и доставили в Киев. Там его осудили на 25 лет тюремного заключения как английского и французского шпиона, но вскоре он скончался в киевской лукьяновской тюрьме. Мы послали Вам сигнал. Теперь Ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это Вы. Независимым медиа, в том числе Медузе, очень нужна Ваша поддержка. Медуза не принимает донаты из России, потому что объявлено там нежелательной организации. Но если Вы живете не в России, пожалуйста, зайдите на save.meduza.io и оформите донат. Там же Вы найдете подробный гид, в том числе список стран, которые не обмениваются с Россией финансовой информацией. Так что российские власти не узнают об этих донатах. Если у Вас есть друзья в этих странах, попросите их поддержать независимые медиа. Ну а если Вы хотите, чтобы мы изучили и объяснили явления или понятия, которые Вы сами заметили в новостях, напишите нам. Сигналсобакамедуза.io